Мало хожу пешком, но вот сейчас иду здесь покрасывать, да, конечно, безобразно. Все скользко. А вот все спуски нужно. У нас же город с этими угорами, поэтому спуски надо обязательно присыпать, потому что там очень скользко. Красноармейская и Наградово вот эти улицы. Плохое очень. Примерно так житель Великого Устюга отзывается о качестве уборки города. Рассказывают, некоторые тротуары из-за постоянных перепадов температур настолько скользкие, что скорее похожи на каток. У нас состояние тротуаров ужасное, не подсыпано, очень скользко. Это ладно, мы молодые, идти можем, а при мне сегодня уже две бабушки упали. Медики соглашаются с жителями города. За них говорят и длинные очереди в травматологии. За последние недели в отделение обратились десятки человек, и количество только растет. Чаще всего страдают люди пенсионного возраста. Установка на тротуарах, на дорогах заметно ухудшилась. Дороги стали скользкие, народ стал падать. Самая частая травма – это коленостопный сустав, это предплечье, удары головой, ну и грудной клетки. Иногда падают на обо. С крыши как был сброшен на тротуар снег, и прохода не было у магазина «Олимп». И вот это самое, пришлось выходить на дорогу. Ну а там от грейдеров, то есть тропинка у них была такая сделана, небольшая. И вот, ну как, все равно идет такой скат, и поторопилась, и вот так получилось. Если отрегулировать, кто именно должен приводить в порядок территории частные, как здесь, например, у магазинов, не так-то просто, то за муниципальными территориями закреплена конкретная фирма. Уборкой тротуаров в Великом Устье занимается компания РСО «Окс». По договору с городской администрацией, подрядчик должен заниматься и уборкой, и подсыпкой в зимнее время. Но, как нам сегодня заявили в городской администрации, в документ включены далеко не все территории. Не все тротуары у нас входят в этот контракт, ну, ввиду, опять же, и того, что недостаточно денежных средств. Я думаю, что мы на следующий год количество тротуаров, которые у нас должны обслуживаться в рамках контракта, будет увеличиваться. Обещают и отрегулировать вопрос частными территориями. А по всем вопросам сейчас можно обращаться напрямую к подрядчику или по телефону администрации Великого Устьюга. Телефоны вы видите на экране. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков. Новости провинции.